подъем утро уже уже утро опять в офисе спал фу шу шу надо работать уже что надо делать где мой кофе мы видео планировали записать про лень сегодня и как с ней бороться да вот кофе всем привет кофе конечно же помогает начать бодро ваш день ну я бы не рекомендовал бы пить кофе много лучше всего это делать с утра согласно многим исследованиям я это делаю 7 до 12 дня и действительно это помогает и сегодня же я хотел бы поделиться с вами новым нашим видео про лень и как ее превзойти и я знаю что именно надо рассказать потому что сам ленивый человек и был очень ленивым человеком я просто это переборол я помню времена когда я сидел по пять часов играл в покер или занимался какой-то другой ерундой но не полезными вещами которые помогают идти вперед и развивать и на данном этапе я вам скажу у нас очень успешная компания мы постоянно растем уже охватываем даже англоязычный сегмент у нас огромный трафик с гугла у нас продвинутый youtube канал все потому что мы не ленивые а были ленивые когда мы были ленивы у нас этих результатов даже близко не было а сегодня благодаря тому что мы трудолюбиво относимся к нашей работе мы получаем результаты поэтому в этом видео я хочу поделиться с вами своими секретами и наработками как необходимо преодолеть лень и как идти вперед эй не только ты я тоже хочу участвовать в этом видео это мое видео николай или мы вместе или это видео я сейчас вырубаю хорошо ну давай по очереди тогда давай я начну потом ты продолжишь в два таким образом согласен первое что необходимо сделать это провести мозговой штурм это архиважно потому что если вы не знаете куда вы идете если вы не знаете что вам необходимо делать вы просто хватаетесь за все подряд это сбивает с толку и огромная ошибка тех кто пытается охватить практически все это не работает возьмите просто соберите огромный список ваших приоритетов что вы планируете делать в этой жизни не обязательно писать только хорошие идеи пишите все идеи плохие хорошие просто соберите огромный список. На первом этапе не надо не делать каких фильтров, просто собрать огромный список. Даже если там будет какие-то идеи, которые просто сумасшедшие и невыполнимые. Не знаю для кого невыполнимые, такого просто не существует. На самом-то деле невыполнимые идеи, они приносят самые огромные результаты и самые большие продажи. Поэтому я обычно собираю все идеи, в том числе и невыполнимые, нереальные. После того, как вы собрали огромный список, можете потратить на это несколько часов можете даже несколько дней можете просто его написать уйти пойти погулять где-то в парке на улице походите выкинуть мысли в сторону потом вернуться и дополнить потому что обычно со свежими идеями приходят новых новые интересные идеи и когда вы собрали такой огромный список и уже действительно чувствуете что уже нечего добавить займите его сегментации и фильтрации то есть выкиньте какие-то плохие идеи которые вам не нравятся которые так просто знаете пришли в голову но это не ваше не интересно соберите именно список идей которые вы считаете хорошие и которые вы возможно можете реализовать при этом не стоит еще раз подчеркиваю выкидывать нереальные идеи наоборот они приносят самые основные результаты даже люблю создавать такие идеи когда никто не верит что я их сделаю то есть просто вот не друзья не знакомые не родные все говорят слушай ну это нереально на самом то деле я их не слушай просто продолжаю развиваться в том направлении в котором я считаю что смогу реализоваться возьмите того же илона маска он реализовывал всегда те идеи когда в него никто не верил и посмотрите кто он сегодня посмотрите на его компании поэтому нереальные идеи это как раз наоборот реальные просто они требуют много времени и возьмите сегментируйте ваш список по следующим параметрам то есть первый параметр это идея которую вы выполните в короткий срок то есть это там пару недель пару месяцев второе это средний срок это 6 месяцев и более там возможно даже год и длительные идеи потому что практически многие крупные бизнесы они имеют идеи которые они охватывают десятилетиями то есть это там 5 лет 10 лет тоже создавайте такие идеи потому что нельзя развиваться только короткими средними идеями возьмите тот же google к примеру они охватывают детские сады и школы то есть они создают программное обеспечение чтобы дети могли учиться удаленно для чего потому что это будущее их покупатели которые придут через много лет вот и все то есть тоже развивайте такие идеи потому что у вас должен быть длительный план к примеру вот мой длительный план был выучить английский язык я потратил на это 5 лет с практически нуля я вообще знал пару слов там со школы в институте пытался учить французский я вам скажу уже где-то аж тридцать один год я понял что я вообще не говорю по-английски вообще слабак я вам скажу на самом-то деле после того как я взялся за это я убрал в сторону свою лень и начал учить английский язык поэтому я его выучил сегодня мы даже ведем англоязычный youtube канал у меня в линдине куча подписчиков там уже больше 14000 на youtube канале уже 2000 подписчиков я вам скажу это только начало из-за того что я просто взял свою лень в сторону и смог выучить этот язык и продолжая его развивать сегодня уже в принципе свободно на нем разговариваю поэтому первое что сделаете мозговой штурм второе сегментируйте свои ваши идеи и третье начинайте их реализовывать ну а я передаю слово николаю правильно анатолий сказал обязательно нужно проводить мозговой штурм но мозговой штурм ничто если вы не умеете планировать поэтому вы должны научиться все планировать и многим действительно лень это делать потому что на самом деле на это тоже нужно тратить определенное время на самом планировании потому что говорится вы все знаете историю да можно быть как человеку которого нет плана но на самом деле все успешные люди планируют практически все планировать нужно как долгосрочные так и короткосрочные задачи поэтому приучите себя делать несколько полезных вещей при помощи которых вам будет очень легко в будущем в первую очередь научитесь ввести ежедневники записывайте говорится все что приходит в голову все ваши идеи которые пришли записывать их во вторых отмечать те идеи которые вы планируете реализовать ни в какой срок научитесь определять срок у реальной задачи которую у вас стоит то есть если вам приходит задача оцените ее реальный срок сколько времени на ее реализацию нужно потратить затем обязательно распишите свой план научитесь сегментировать свой день помните когда вы просыпаетесь когда вы отходите ко сну когда у вас обед когда у вас пробежка когда вы занимаетесь поездкой на работу или допустим когда вы после работы тратите время на самообразование и допустим на отдых все нужно уметь выделять время даже на отдыхе в вашем плане должен быть четко расписано на что вы тратите день и таким образом если вы научитесь планировать каждый свой день вы научитесь планировать уже потом и недели и затем месяце поэтому если вы научитесь микро планированию своего дня вы найдете те самые часы которые условно говоря уходит у вас на лень на самом деле вот если вы научитесь планируете распределять время то конечно же в этом плане вам будет безумно комфортно вторая особенность вы должны научиться планировать долгосрочные задачи но если вы просто скажете я хочу допустим просто выучить английский это не очень правильно я бы так сказал неправильная формулировка научитесь чуть-чуть другой формулировки например я выучу 5000 слов на английском языке за допустим два месяца или допустим за три недели я научусь использовать там пять времен глагола то есть конкретный срок конкретная метрика это оптимальный вариант для постановки задачи конечно вы не должны ставить нереальные задачи они должны быть вполне реальными потому что вы научились до этого планирует задачи по часам сколько времени на это нужно потратить об этом можно спросить профессионалов которые занимаются достижением тех или иных то есть обучением образованием они могут сказать допустим вам нужно будет там примеру там 20 уроков по 45 минут соответственно у вас есть 20 дней вы распределяете их по ежедневному календарю и у вас есть реальный срок и вот она реальная цель если вы нарисуете себе эту реальную цель в своем ежедневнике и пропишите реальные метрики которые вы планируете достичь то таким образом достижение цели будет результативным и это не будет просто эфемерно написанная бумажка на стене которая не имеет никакого смысла очень помогает в долгосрочном планировании такая штука как карты ума карты ума это такие необычные инструментарии которые используются на самом деле сейчас в разных сферах например я использую их при подготовке материала для статьи при подготовке сценария для ролика я беру основную тему ролика и пытаясь найти вопросы которые нужно раскрыть и каждый вопрос ищу факты допустим в том же интернете либо из собственного опыта либо спрашиваю допустим у специалистов которые делятся своим опытом и прошу прописать ответы на каждый пункт иногда каждый пункт порождает следующий пункт потом еще и следующий пункт и получается что разные пункты получают разный объем охвата допустим в том или ином информационном ролике поэтому карты ума я считаю очень полезно научиться ними пользоваться самые простые бесплатный майндмейстер приложение реально удобное то есть если вам нужно в вебе есть приложение на телефон которое позволяет точно также быстро создавать карты ума если же вы как говорится пользуетесь более хардкорными приложениями то можно там всевозможные майнджеты там x-майнды то есть более тяжелые приложения которые позволяют делать то же самое по факту но я рекомендую использовать то которое вам нравится кому то нравится сложно и кому то нравятся простые это дело ваше потому что на самом деле то которому понравится то используйте но я рекомендую начать пользоваться карта myuma в первую очередь при попытке разложить долгосрочную задачу на этапы либо при попытке написания большой статьи на блоке если вы пишете курсач карта ума позволит разложить логику вашего курса час по блокам и у вас не будет в нем необходимости заполнять водой он будет весь забит фактическим материалом информации на которую вы ссылаетесь поэтому сочетание ежедневник и карты ума позволит вам планировать свою работу и вам просто будет уже как минимум некогда лениться мой третий пункт это фокусироваться на одной вещи это мой самый любимый пункт я заметил это работает лучше всего самая огромная ошибка многих что они пытаются охватить практически все из-за того что они охватывают все они непродуктивные проводились ряд исследований которые показали что те люди которые выполняют много задач у них продуктивность снижается на 40 процентов к примеру у нас есть специалистов команде которые занимаются заливкой контента на wordpress и вообще контент наш в интернете один раз я решил проверить мою скорость загрузки и скорость загрузки контента специалистам который делает это каждый день я вам скажу у меня в шесть раз перещеголял в шесть раз быстрее он добавил этот контент потому что мне пока я нашел кнопки пока я разобрался пока я понял он просто это делает каждый день то же самое я делаю в своей работе я фокусируюсь на одних вещах я не пытаюсь к примеру охватить весь маркетинг да я понимаю что маркетинг я читаю я интересуюсь но я практически концентрирую все свое внимание на англоязычном продвижении и органическое продвижение то есть я практически игнорирую платную рекламу если у меня есть клиенты которые хотят именно платную рекламу которые хотят какие-то другие виды рекламы и просто делегирую эти задачи специалистами и экспертам в данном направлении не пытаюсь охватить все то есть возьмите вот ваш список задач которые вы выполняете и расставьте их по приоритетам и подумайте что вам действительно важно сделать что менее важно а что можно вообще просто упустить или забыть я не пытаюсь охватить все это избирает тоже действительно мне важно и остальное я бы либо делегирую кому-то либо просто выкидываю и все и понимаю что весь трафик не взять все продажи не взять всех денег не заработать но когда вы концентрируете внимание на каких-то одних вещах вы действительно начинаете быть лучшим и зарабатывать больше то есть многие компании которые пытаются к примеру охватить с нуля там и создание сайтов и создание контента и продвижение его они как правило не эффективны потому что они распыляются и пытаться охватить множество направлений мы к примеру мы занимаемся исключительно продвижением сайтов плюс дополнительно мы продвигаем youtube при этом у нас есть специалисты которые занимаются youtube продвижением сайтов платной рекламой потому что они фокусируются всегда на одних задачах то есть выбери свое направление распредели задачи и подумай где ты будешь и конструировать все свое внимание к примеру у меня где-то в день уходит 20 процентов времени это учеба я просто читаю блоги читаю информацию книжки это помогает развиваться 80 процентов времени я работаю и действую то есть это действительно важно и я вам скажу на практике нахожу то что работает и при этом скажу не пытаюсь охватить множество задач просто либо игнорира либо делегира я передаю слово николаю ну конечно если вы будете делегировать у вас освобождается время но вы не станете профессионалом если не будете учиться и для того чтобы правильно учиться вы должны освоить одно важное качество не лениться это делать это научиться собирать материал материал который вам пригодится для разных целей в первую очередь для самообразования материал который вам нужно будет искать вы должны будете искать самостоятельно вас никто специально учить не будет поэтому скорее всего вам придется искать информацию вручную и для этих целей я рекомендую использовать всевозможные сервисы для сбора так называемой информации. В первую очередь это сервисы тех же онлайн заметок, например Evernote, либо вы можете пользоваться айфоновским сервисом заметок, либо microsoft-овским OneNote, здесь либо просто бумажным блокнотом, правда это не очень удобно ссылки сохранять на нем, на полезную информацию, но я бы рекомендовал использовать конечно же электронные средства информации, благо сейчас 21 век, смартфон есть у каждого, а приложение для сохранения полезной информации очень много, конечно же нужно всю эту информацию уметь не просто собирать, еще нужно ее структурировать и здесь снова приходят на помощь всевозможные сервисы для сохранения заметок, почему, потому что вы информации можете присваивать конкретные теги, собирать информацию по тегам, по блокам и уже непосредственно ее сортировать по тем задачам, которые вы для себя применяете. Если же вам нужно следить за новостями в вашей сфере, то конечно же не забывайте, что можно подписываться на профиль в твиттере, допустим на профильных специалистов, также можно подписываться на RSS-ленты, для этого помогают шикарно приложения, такие как Feedly, прекрасная читалка для RSS новостей, конечно же можно использовать всевозможные журналы, которые используют онлайн журналы, можно на них делать подписки. Ранее было такое популярное приложение, сейчас я даже им не пользуюсь, забыл уже название, честно. Вот было раньше приложение, на которое можно было подписываться четко на журналы, но все-таки Feedly съел всех, сейчас он стал очень мощным, стал платным, раньше был бесплатным, но Feedly позволяет собирать тонны информации для себя, а платные версии позволяют делать это для команды. Но я пользуюсь личной версией, поэтому мне не принципиально, он бесплатный, мне хватает с головой для того, чтобы следить за свежими новостями, потому что мне нужно знать, про что снимать следующий подкаст, про что говорить, в следующем видео, поэтому нужно, как говорится, всегда следить за новостями. Ну конечно же нужно следить за трендами, нужно пользоваться таким неизвестным сервисом, как Google Trends, также есть такой классный сервис ThinkVive Google, его тоже нужно изучать, в нем тоже есть тренды, нужно следить за новостями, но я рекомендую обращать внимание на сервис Google Alerts, потому что можно по конкретной новости вылавливать свежую информацию, на нее подписываться и соответственно ее изучать. Но вы конечно скажете, можно же не только же учиться, то есть что только нужно для обучения. Нет, неправильно, не только для обучения. Во-первых, сейчас 21 век, век контента, поэтому для своего бизнеса вы должны уметь создавать контент, а без сбора информации создать контент вы не сможете. Вы же не будете просто говорить взагалям, как говорят у нас в общих чертах, не ссылаясь на цифры. Вы не сможете создать контент, не опираясь на факты и более того, вы не сможете проанализировать мнение, не проанализировав разные точки зрения. Для этого вам нужно действительно собирать материал и для создания контента вам однозначно нужно использовать разные источники и нужно уметь их аккумулировать, переваривать и на это нужно выделять время. И если вы хотите остаться профессионалом, конечно вам нельзя лениться. Ну и как говорил Анатолий в самом первом важном факте, почему нельзя лениться, вы можете проморгать ту самую идею, просто пролежав на диване, ничего не сделав, просто потому что вы не увидите в свежем потоке информации интересную идею для своего бизнеса, которая может дать приличный буст клиентов, увеличение конверсии, увеличение продаж, просто потому что вы не обратите на нюня, потому что вам было лень и вы не сделали сестра чашечку кофе и просто решили поспать. Следующим пунктом давайте обсудим, как выработать привычку тяжело работать. Это очень важно, потому что все успешные предприниматели, звезды на самом-то деле они очень много и тяжело работают. Практически каждый кто работает скажем так в какой-либо нише, они быстро устают и действительно у них уже такая знаете усталость и все я уже устал сегодня сильно много проработал, голова болит, на самом-то деле вот эти лимиты созданы в голове, то есть когда вот допустим вы проработали 8 часов у вас уже автоматом запрограммирована информация, что ты уже переработал друг хватит остановись все уже время и время закончилось. Успешные бизнесмены они используют правило 40 процентов, то есть когда у вас появляется такая мысль, что вы устали, что у вас уже нет сил это на самом-то деле вы только отработали на 40 процентов, другие 60 процентов еще есть вас и вы можете это тяжело проработать остальное время. К примеру вот вы устали да у вас нету сил, вы максимум что можете прийти домой включить телевизор посмотреть какое-то кино или футбол или что-либо угодно ну нету больше сил, вам звонит какой-то друг и говорит слушай погнали на дискотеку погнали где-то там повеселимся и вы там еще пять часов выплясовываете то силы на это есть, а знаете почему? Потому что важно еще выбрать направление которое вы любите и которое вам нравится, то есть не работайте в тех сферах которые вы не любите потому что 86 процентов людей они ненавидят свою работу потому что они бегут за быстрыми деньгами практически все кто выбирает ненавистную работу они хотят заработать сразу на работах которые они любят которые нравится необходимо потратить время там сразу быстро не платят то есть это постепенный процесс но это правильно если вы выберете то направление то что вы любите и к примеру почему я могу работать там с 6 утра до 8 вечера потому что я люблю свою работу потому что у меня есть силы и энергия работать все это время поэтому если у вас ненавистная работа поверьте если вы уволитесь и уйдете и найдете любимую работу вы никогда об этом не пожалеете выберите направление то что вам нравится и вспомните просто про дискотеку где вы можете всю ночь танцевать почему потому что у вас есть силы и вам это нравится если вам не нравится вам будет сложно идти вперед и вы просто будете быстро уставать и если вы выбрали именно то направление которое действительно вам нравится вы любите вспомните про правило 40 процентов когда вы чувствуете что вы уже изнемножены и нету сил на самом-то деле вы устали только на 40 процентов это просто запрограммировано в голове откиньте эти мысли и продолжайте работать возьмите сделайте какую-то гимнастику очень помогает глубокие вздохи допустим я использую метод вифа-хофа по 30 глубоких вдохов и после этого я удерживаю дыхание это помогает расслабиться отойдите на минут на 5 10-15 просто прогуляйтесь и вернитесь я вам скажу у вас появятся силы и правило к 40 процентов сработает поэтому все успешные бизнесмены они успешны потому что они не устают когда мозг им сказал что ты устал на самом-то деле нет еще полно сил энергии идти дальше ну а мы переходим к следующему пункту когда дошел до пункта номер 6 я понял что у меня пункты в голове закончились я пошел открыл компьютер и начал гуглить и тут я понял меня осенило на самом деле нужно не лениться гуглить мы очень часто когда что-то не знаем бросаем говоря я не знаю а я не понимаю я не знаю что мне делать я мне лень разбираться это можно услышать от каждого лень разбираться лень вникать иногда когда происходят трудности вот вы не знаете что сделать иногда вы просто не хотите в этом участвует не хотите это знать не хотите тратить на это время экономить свое время и не хотите досконально узнать информацию но на самом деле мы сейчас живем в двадцать первом веке на поиск информации тратятся секунды поисковая машина выдает результаты за доли секунд если у вас достаточно быстро интернет соединения и извините меня не калькулятор да то найти информацию сейчас очень просто вы должны выработать у себя несколько привычек уметь правильно задавать вопросы да как в том фильме да я робот. Какие вопросы задаешь, такие ответы и получаешь. Научиться правильно формулировать запросы в поиске. Во-вторых, если вы ищете очень узкоспециализированной сфере и иногда трудно найти контент, используйте поисковые операторы в Google или в Яндексе. Умейте искать по конкретному сайту, умейте искать по вариантам запросов. Я про это рассказывал в своем видео, видео ссылочку я оставлю внизу под видео, как правильно гуглить, есть большая статья, посвященная этому, где я рассказываю, как нужно правильно использовать поисковую систему, чтобы находить нужные себе результаты и экономить на этом время. Известная шутка про сотрудников техподдержки, они говорят, что сотрудники техподдержки просто умеют быстрее гуглить, чем их клиенты, которые задают им вопросы, а те ответы просто быстрее гуглить, чем сам клиент может нагуглить ответ на свой вопрос. Да, на самом деле умение гуглить иногда очень сильно вам поможет по продвижению в карьерной лестнице, потому что на самом деле 80 процентов людей не любят гуглить, не любят разбираться, не любят интересоваться информацией и задавать вопросы. Нужно ко всей информации относиться скептически, нужно всегда задавать вопросы, нужно думать, что ты прочитал это правильно или неправильно. Если ты понимаешь, что ты не знаешь ответа, у тебя нет знаний, поищи, посмотри ответы, посмотри варианты, какие расписаны и возможно, конечно, уделяем внимание авторитетным источникам. Вот третий момент, смотрите кто что написал. Если, как говорится, вы нагуглили, что там какая-то бабка на стекле написала или там на стене написал, то проверяйте авторитетность этого источника. Да, я знаю, сейчас 21 век, век фейков, условно говоря, то есть люди плодят информацию, пишут все, что попало, но всегда можно информацию проверить. Для этого существуют простейшие методы, когда вы пытаетесь нагуглить информацию, смотреть, кто про нее, собственно, писал. Но обычно это касается СМИ, а в нормальной сфере, связанной, допустим, там с вашей сферой бизнеса, вряд ли вы увидите как бы фейков такого большого количества, как они существуют в СМИ, например, в политике, в экономике, там чем-то еще, там каких-то других вещах. Уделяйте внимание, конечно же, проверке фактов, да, то есть если вы особенно в медицинской сфере ищите информацию, то, конечно, проверяйте факты, спрашивайте специалистов, если действительно вы столкнулись с расхождением мнений. Есть такой момент, но умение гуглить позволит вам решить большинство вопросов, просто сразу не отходя от кассы и найденную информацию фиксируйте, если это действительно полезная информация, как я рассказывал, умело сохраняйте, потому что, скорее всего, вопросы вы, которые будете гуглить, как-то связаны с вашим бизнесом. Почему я об этом решил рассказать? Да потому что на самом деле я часто гуглю, я реально часто гуглю, мне задают вопросы, я на них не знаю ответа, но это не значит, что я скажу, мне лень отвечать, вам я не буду отвечать на ваши комментарии. Нет, я поищу ответ и дам ответ тому, кто меня спросил, потому что профессионализм строится на том, что вы отвечаете на вопросы, если вы затрудняетесь ответить. Напишите, я затрудняюсь ответить, но я постараюсь ответить вам позже. Запомните, что вы хотите ответить ему, найдите ответ, изучите его заодно запомните ответ на этот вопрос ну и конечно же ответьте тому кто у вас спросил конечно же для вашего профессионального роста это является максимально важно не надо все сразу держать в голове голова не уместит все поэтому учитесь правильно гуглить правильно искать информацию и правильно конечно же фильтровать результаты следующим пунктом давайте обсудим почему не надо ждать быстрых результатов и не строить высоких ожиданий я вам скажу это огромная ошибка что кто-то ставит себе специальный дедлайн допустим я там выучил английский за три месяца за полгода за год я вам скажу у меня ушло пять лет для того чтобы свободно говорить на английском свободно писать и пять лет я просто пахал по четыре часа в день развивал свой английский язык поэтому сегодня мы ведем наш youtube канал на английском у нас и linkedin аккаунт который имеет там 14 тысяч подписчиков и это не пришло просто так и пять лет по четыре часа в день минимум занимался именно английским языком развивал его те же кто хотят выучить что-то быстро получить быстрые результаты они проигрывают то же самое в нашем бизнесе мы пару лет работали и мы не видели даже света в конце туннеля мы писали гостевые посты мы вели блог мы продвигали я вам скажу результатов не видели несколько лет и многие те кто ожидает что они вот прям за год получат огромные результаты я вам скажу они проигрывают тот же илон маски множество других они потратили несколько лет развивая свои проекты чтобы увидеть хоть какие-то результаты какое-то движение потому что нельзя сегодня увидеть быстрые результаты с нуля просто начните пахать работать и не думайте что вы увидите этот результат завтра послезавтра через месяц просто продолжайте работать те кто построил себе специальный дедлайн это их сильно демотивирует когда не видит этих результатов я там миллион трафика получу я там куча продаж получу не будет такого и вы все сразу демотивировались вам уже не хочется продолжать работать поэтому важно не ждите быстрых результатов и не стройте высоких ожиданий а мы переходим к следующему пункту многие работают и делают какие-то либо вещи потому что ждут одобрения а если одобрение не приходит начинают лениться говорят зачем мне это делать зачем мне делать прикладывать какие-то усилия например вот вы работаете на работе да но начальник вас не хвалит он примеру не хвалит от вас просто не говорит ты молодец ты классный он просто у него на это даже возможно нет времени да но и вы думаете нет одобрения ну зачем мне стараться я буду лениться то есть на самом деле это путь в никуда потому что в таком случае ваша карьерная лестница превратится в карьерный пол, мягко говоря, у вас будет ровное движение на работе, у вас не будет никакого развития и рано или поздно вас попросту либо заменит ли вам самим надоест такая работа. Поэтому однозначно есть одно качество, которое нужно проявить в себе, научиться не искать одобрения в окружающих. И если вы, условно говоря, выработаете в себя это прекрасное качество, у вас проявятся совсем другие качества, которые однозначно сделают вашу жизнь лучше. Какие это качества? Я все-таки не все держу в голове, и я их записал, и, собственно, я хочу вам их все прочитать. В первую очередь, конечно же, вы перестанете делать остановки и перерывы. То есть вы не будете останавливаться, вы будете двигаться постоянно вперед, вам ничего не будет мешать, потому что вы не будете искать вот этого самого одобрения, вы просто будете делать свою работу, создавать контент, выполнять работу на результат, просто будете работать, уделять внимание именно процессу, а не ждать одобрения результата у окружающих. Второй пункт, который, конечно же, я бы обратил внимание, это, условно говоря, ваши внутренние метрики. Для вас не будет иметь значения, сколько у вас фолловеров, какая у вас зарплата, насколько она больше или меньше, чем у соседа, или там подписчиков, у конкурента больше или меньше, вот, объем талии, например, даже банально, да, вы перестанете обращать внимание на вот эти метрики, эти ценности, у кого какая машина больше литров, вам будет все равно, на эти вещи вы перестанете обращать внимание. У вас выработается такое необычное чувство, которое называется, вы перестанете себя критиковать за то, что вы недостаточно продуктивны, вы просто будете работать, не критикуя самого себя, поэтому однозначно вам в этом плане будет очень комфортно и удобно. Ну и, конечно же, да, я вот записал пункт очень такой важный, вы делаете то, что любите делать, не чувствуя себя эгоистичным и важным человеком, да, то есть, вы будете делать просто то, что вам нравится, и вы не будете там чувствовать себя, там, я большой, важный серый волк, да, я зубами еще лодощёлк, вот. Ну, конечно же, стандарты вы будете делать свои себе самостоятельно и, как говорится, ваша ценность не будет определяться сравнениями с другими и вы это будете признавать. Я, на самом деле, эти пункты не сильно смог запомнить, потому что действительно они очень важны, слова достаточно емкие, я взял их на сайте одного из психологов и действительно это правда, эта закладка у меня уже очень-очень давно и вот эти вещи действительно важны, то есть, если вы не будете уделять внимание непосредственно, как говорится, самокритику, искать критику в окружающих, то есть, не будете вот этого искать, давай, похвали меня, похвали меня, какой я молодец, если вас не будет это волновать, вы станете гораздо более успешным, чем если вы будете это делать. Еще очень интересное, да, вот, мнение других людей о недостатках, вот этих всех хейтеров, для вас не будет иметь никакого значения, если вас будут писать хейт, вы попросту будете его не обращать внимания. Это очень тоже важно, потому что если к нам Машке, там, соседнего отдела не нравится, как вы работаете, да вам все равно будет, потому что она для вас не авторитет, для вас авторитет только вы сами, и вы сами себя можете только максимум покритиковать, максимум покритиковать, что вы достаточно сильно ленитесь, это действительно важный момент. Вот, и, конечно же, вы стремитесь более к простой жизни, так как вас не интересуют вот эти метрики, у кого больше машины на сколько литров, у кого, условно говоря, дороже обошлась поездка, вы стремитесь к более простым вещам, более простой жизни, и вас интересуют более простые радости. Яркий пример, Билл Гейтс, зарабатывая миллиарды, не покупает себе огромные яхты, он тратит деньги на благотворительность. Он выделил для своих детей совсем небольшие суммы денег, которые они получат, и поэтому он тратит огромное количество денег, потому что они ему не нужны в таких количествах, на тем, кому они действительно нужны. Он распределяет фактически богатство, которое заработал, для тех, кому они действительно нуждаются. То есть, резюмируем, если вы не будете гнаться за одобрением начальства, одобрением супруги, супруга, то есть, а просто будете делать то, что вам нравится, вы будете более четко представлять, кто вы такой. На самом деле, большинство психологических проблем кроется именно в этом, потому что вы ищете это самое одобрение, а не получая его, в силу разных причин, никто не является вам родителями, которые будут целенаправленно вас хвалить. Многих на похвалу нет времени, на критику и хейт время всегда есть у бездельников. Поэтому, если вас это интересует, вот мнение, да, то есть, то попробуйте его задать сами себе. И попробуйте понять, что оно вам на самом деле не нужно. Вы на самом деле заниматься должны тем, чем вы занимаетесь. И, конечно же, искоренить лень, которая может возникнуть при отсутствии похвалы или появлении негативной критики. Девятый пункт я позаимствовал у Орена Баффета. И он сказал, что важно заменять плохие привычки на хорошие. К примеру, у вас есть какие-то плохие привычки. У меня вот была привычка курить. Два года я уже не курю и действительно очень доволен, что сохраняю столько здоровья. Я заменил эту привычку на привычку бегать. То есть, раньше я курил, сегодня я бегаю. К примеру, есть плохая привычка у меня смотреть телевизор перед сном. Когда вы смотрите телевизор перед сном, вы получаете раздражение для глаз. Потому что голубой экран, ультрафиолет, это влияет отрицательно. Лучше заменить эту привычку читать перед сном. Я вам скажу, Барак Обама читает полчаса перед сном. И это помогает оттолкнуть мысли в сторону. И хорошо отдохнуть. Потому что те, кто хорошо высыпается больше 8 часов, там от 8 до 9 часов, те развиваются и идут дальше. Те, кто плохо спят, они не могут продуктивно работать на следующий день. Они усталы, у них нет энергии. Поэтому важно правильно отдыхать и иметь хорошие привычки. То есть, возьмите, соберите список своих плохих привычек. И начните их постепенно заменять. Курение, алкоголь, игры и что-либо другое. Просто возьмите постепенно их заменять на какие-то положительные привычки. И выработайте привычку работать и получать, допустим, там результаты от хороших привычек. Это не сложно. На самом-то деле это потребует какое-то время. Но результаты вы почувствуете. То же самое делает Орен Баффет. Он говорит, я всю жизнь избавлялся от плохих привычек и переходил к хорошим привычкам. Поэтому ему сегодня 89 лет. Он чувствует себя отлично. У него там просто 120 миллиардов его компания имеет. И это супер. Это помогает ему развиваться, идти вперед. Даже не уходить на пенсию в его возрасте. В 89 лет он продолжает активно работать. Из-за того, что он просто избавляется от плохих привычек. Возьмите это на вооружение. И начните тоже избавляться от ваших плохих привычек. А мы переходим к следующему пункту. Десятым пунктом я бы выделил отдельное стремление следить за трендами. Да, если вы будете следить за трендами, вы будете идти в ногу со временем. Но для отслежки трендов нужно, конечно, тратить свое время. А на это многим лень делать. На самом деле большинство сотрудников, когда пытаются устроиться на работу, они изучают информацию, читают информацию, что есть, допустим, в сети свеженькая, для того, чтобы пройти собеседование. Максимум, что они еще подучат, это когда нужно получить первые одно-два повышения. Допустим, на третье повышение, если вдруг их не повысили, они перестают учиться и не следят за трендами. И в итоге никак не развиваются. А на самом деле это приводит к тому, что действительно отсутствие развития формирует чувство лени, лень формирует низкую продуктивность. И работодатель смотрит на коллегу и понимает, что вроде бы он давно работает, вроде бы хорошо работает, но как-то ничего нового он не приносит. И однозначно это ваша лень, она однозначно будет вредить вам в дальнейшем на любой работе, даже если вы будете работать дворником. Поэтому однозначно лень является тормозом прогресса, а не двигателем, как считают многие в этой известной крылатой фразе. Я даже более того скажу, лень, которая придумали слово математики, потому что им лень заниматься подсчетом, и они придумывают сложные формулы для быстрого решения задачи, это полезная лень, потому что на самом деле для того, чтобы написать формулу, которая решит задачу, нужно действительно попотеть. Так вот, следить за трендами нужно действительно тратить время, и уделять внимание этому нужно обязательно, иначе вы застрянете. Какие вещи нужно, конечно же, уделять, если мы сейчас говорим, наверное, нас смотрят владельцы сайтов, бизнесмены, на что нужно уделять внимание трендам? В первую очередь, тренд это покупательский спрос. Нужно наладить канал между вами, как бизнесом, и покупателями, как вашей, как говорится, кормчей базой, которая вас кормит, и, конечно же, наладить этот контакт, понимать, что они хотят. Если же вы работаете в какой-то профессиональной сфере, то вы должны понимать, в каком направлении сфера развивается и почему. То есть, вы должны угадать вот эти тенденции развития, поймать их, почувствовать. Это можно сделать только, если действительно этим заниматься, если действительно перебороть лень и уделять этому внимание, как я рассказывал в предыдущих пунктах, следить за новостями. Поэтому за трендами нужно следить. Второй момент, не забывайте следить за конкурентами. Если вы владелец бизнеса, то, понятно, за сайтами конкурентов, за магазинами конкурентов, за фирмами конкурентов, нужно тщательно следить. Если же мы говорим про профессиональную деятельность, следите за коллегами, что они изучают, какие направления они у себя реализуют, как разрастается у них их резюме, чем их резюме лучше, чем ваше резюме, думайте над тем, чтобы ваше резюме однозначно выглядело лучше. И что для этого нужно сделать? Это не значит, что вы должны слепо там гнаться и там типа вау, я его обогнал, он такой вот, все, он теперь лузер. Нет, изучайте, выбирайте, что действительно сейчас в тренде и уделяйте этому в плане своего обучения внимания. Конечно же, если это вы видите в этом бесполезности, оно вам не нужно, вам это только будет мешать, это не ваш профиль деятельности, то понятно, значит, это не ваш путь, ваш путь будет другим. Но если вы выбрали тот путь, изучайте тех, кто идут с вами, как говорится, по пути и в каком направлении они развиваются. Так что следите, конечно же, за трендами. И, конечно же, очень важно прогнозируйте спрос. Обязательно учитывайте, что будет. Вот следите за новостями, что будет. Учитывайте, работаете. То есть, например, мы занимаемся тем, что следим за SEO-нишей и смотрим, в каком направлении она планирует развиваться. Какие направления планируют получать больше, уделять развитию внимания. Какие нет. Какие ниши умирают, чтобы мы не тратили время на те ниши, которые уже практически мертвы, не изучали эту ненужную информацию. Поэтому мы и концентрируемся внимание на том, чтобы действительно быть в тренде и следить за вещами. Именно поэтому вы нас смотрите. Именно поэтому, потому что мы рассказываем не устаревшую информацию, а что-нибудь свеженькое. И однозначно информацию, которая имеет долгое право на жизнь, а не устареет буквально после выхода этого ролика. Поэтому мы действительно уделяем внимание трендам. И я хочу, чтобы вы тоже уделяли этому внимание. Поэтому, условно говоря, следить за конкурентами, общаться с аудиторией и, конечно же, следить за трендами в нише, это то, что вы обязаны делать попросту каждый. Одиннадцатым пунктом давайте обсудим, что необходимо сделать после всего этого. Это анализировать ваши результаты. Потратьте какой-то день в неделю, проанализируйте все, что произошло с вами. Какие вы получили результаты, что вы сделали правильно, что сделали неправильно. Не бойтесь допускать ошибок. Многие вот они не начинают работу, потому что они боятся проиграть. На самом-то деле, проигрыш это знание. Вы не получите эти знания в школе, в университете, где-либо не получите знания. Я вообще не понимаю тех людей, которые много учатся, но при этом не действуют. На самом-то деле, учиться надо только 20% времени, 80% действовать. Я вам скажу, к примеру, когда я шел в продвижение в LinkedIn, я прочитал уйма статей, уйма информации про LinkedIn продвижение. Я вам скажу, на самом-то деле, ничего из этого не использую. Я выработал свою технику, которая мне помогает получать результаты. И это касается всего остального. Те, кто много учатся и не практикует, они, допустим, ездят на курсы, на какие-то ивенты, митинги, и надеются, что они получат какие-то знания. На самом-то деле, все знания приходят с практики. Самые лучшие знания приходят с практики. Вы выработаете новые механизмы. Я даже избегаю каких-то лучших советов, лучшие рекомендации. Когда я вижу список лучших советов, я понимаю, что это худшие советы, потому что тысячи других их пытаются использовать, и оно уже не работает. Когда кто-то создает что-то свое, это действительно работает, и это дает результаты. Поэтому я вам рекомендую, действуйте, работайте, учитесь меньше, больше действуйте, и изучайте все на практике, а потом анализируйте. Вот все, что вы не сделали, просто проанализируйте, что вы с этого получили, какие результаты, что вы планируете делать в будущем. То есть анализ над вашими ошибками, это как раз работа. Я вам скажу, есть даже такие хорошие выражения, что чем больше вы ошибок получили, тем больше вы получили знаний. То есть те, кто проиграл много раз, те в будущем выиграют больше, потому что они не боятся действовать. Они проигрывают, но получают знания, которые в процессе анализа конвертируют в результаты. То есть адаптируйте все, что вы не сделали, и после этого развивайтесь и идите вперед. Ну, и я передаю слово Николаю. Ну, и мой последний 12 пункт, он будет касаться отдыха. Да, вы должны не лениться отдыхать. Это очень важно. Почему? Потому что наш мозг, это орган, и орган не может работать 24 на 7. Наша нервная система, это на самом деле, определенная система, которая тоже имеет свой запас прочности. И если вы ее сломаете, лечить ее будет очень дорого. И, возможно, даже вы ее не вылечите никогда. Я знаю множество случаев людей, которые переработали, сломали себе парасимпатическую нервную систему, и в итоге они не могут спать. Да, и это серьезная проблема, они не могут уснуть. Я знаю людей, которые слишком перетрудились и сломали себе гормональную регуляцию. Таким образом, тоже они теперь не могут нормально выбрать баланс между отдыхом и работой. Поэтому вы должны умело строить свой план отдыха. В первую очередь, вы должны научиться правильно спать. Да, сон, это фактически тот момент, когда одна нервная система отдыхает, а другая запускается. Поэтому вы должны умело спать. Во время сна вас ничего не должно отвлекать. Вы должны спать в тишине. Никаких лишних раздражителей у вас попросту быть не должно. Выбирайте себе удобное время и старайтесь держать ритм. Существует множество приложений для отслеживания сна. Более того, если у вас проблемы со сном, обратитесь к специалисту, чтобы вовремя подлатать вашу нервную систему, пока не станет слишком поздно. Поэтому в первую очередь, что вы должны уделять внимание, конечно же, это сну. Второй момент, на который я бы обратил внимание, это питание. Следует помнить, что нужно правильно балансировать с диетами. Не слишком наседайте на фастфуд, не слишком наседайте на вредные продукты. Помните, какие вещества нужны мозгу. Старайтесь не злоупотреблять, конечно, вообще не злоупотребляйте ничем, что на мозг сильно негативно влияет. Это в первую очередь касается кофе. Я про наркотики и этот, вообще даже не буду об этом говорить. Здесь это не место для этого видео. Но даже с кофе старайтесь не сильно усердствовать, потому что не нужно сильно напрягать мозг. Он должен уметь и отдыхать. И, конечно же, когда вы планируете все-таки свой отдых, действительно, убирайте все, что мешает вашему отдыху. Если у вас смартфон вибрирует уведомлениями, научитесь их отключать. Во время отдыха вы должны отдыхать. Ваш мозг должен не отвлекаться ни на что. На другое, на что может повредить вашему отдыху. Ну и поехали. Прямой коротенький чек-лист, как нужно правильно отдыхать. Пункт первый. Заняться противоположной деятельностью. Если ваша работа связана с умственным трудом, уделите внимание физическому. Не знаю, сходите на рыбалку, займитесь в зале, там побегайте. То есть, действительно, действие должно быть противоположное. Также будьте открыты чему-нибудь новому. Но я не призываю к обязательно к экстремальному отдыху. Это может быть все, что угодно. Просто научитесь переключаться и чтобы ваш отдых не был одним и тем же. Иначе ваш отдых превратится просто во вторую работу. И вы просто будете уставать на работе и уставать на отдыхе. Старайтесь действительно менять ваши предпочтения. Сегодня это может быть поход в кино. Завтра это может быть, не знаю, поход на море. Послезавтра это может быть поездка на велосипедах за город. Почему бы и нет? Еще следующий пункт. Всегда занимайтесь тем, что произносит долгосрочную радость. Например, вкусный торт – это плохой отдых, потому что он дает короткосрочную радость. На самом деле, да? То есть, долгосрочная радость, то есть, вы должны действительно, это должно вам запомниться, дать приятные эмоции на долгий период времени. Здесь помогают, конечно же, и путешествия, здесь помогают и фотосессии, здесь помогают прогулки. То есть, вот такие вещи, они, конечно же, лучше запоминаются, чем просто съеденный торт. Ну, конечно, вы можете сделать что-то сами, приготовить по вкусному рецепту, то есть, и вложить в это свою, как говорится, душу, и это будет то, что, ну, как говорится, то, что доктор прописал для отдыха. Ну, и, конечно же, не ждать, что ваш отдых будет идеальным. Ваша поездка может залить дождь, ваши блюда, которые вы готовите, может сгореть ваши шашлыки. На рыбалке вы можете ничего не поймать, но это не значит, что вы должны из-за этого впадать в депрессию, срываться на близких. Этого вы должны точно не научиться, говорится, отучиться делать. Если ваш отдых, и вы видите, что идет не так, быстро постарайтесь переключиться. Не знаю, если идет дождь, а вы собрались в поездку, зайдите в бар и выпейте пиво там. Если на рыбалке рыба не клюет, не знаю, возьмите картишки, сыграйте с друзьями, с которыми вы пошли на рыбалку. Все, что угодно, любые методы. Придумайте, как быстро переключиться, чтобы отдохнуть иначе. Иначе, если вы впадете в депрессию, вы не отдохнете, придете на работу в депрессии и продуктивность ваша, конечно же, снизится. Поэтому такой вот коротенький лайфхак, да, учитесь быстро переключаться. Ну и, конечно же, организовывайте отдых для себя, а не для других. Например, да, там жена хочет организовать отдых мужу, да, и вся после работы это занялась, этим устала. Или, например, муж хочет организовать отдых супруге, да, весь потратил на это силы после работы. В итоге он уставший и потом еще срывается на ней, я тебе все делал, я тебе все старался, подготовил, в итоге я не отдохнул. И он еще и срывается, и созданный же ей отдых портит. Поэтому учитесь организовать, в первую очередь, отдых для самого себя. То есть постарайтесь сделать так, чтобы и вы отдохнули. Не делайте все для других. Старайтесь выделять внимание только себе тоже. Ну, то есть не надо быть полным эгоистом, но и про себя любимого тоже не забывайте, когда планируете, куда вы планируете поехать. Если у вас разные вкусы, допустим, в чем-то, это не значит, что вы должны там типа скрипя зубами отдыхать вместе с ней. Нет, выбирайте какой-то компромиссный вариант, чтобы и вам было приятно, почему бы и нет. Ну, еще очень важный момент, на который я бы обратил внимание, это, конечно же, быть гибкими. Да, не делайте никогда трагедию, если действительно что-то идет не так. И не делайте, если вы видите, что даже во время отдыха, ну, что-то пошло не так, не пытайтесь срываться там, не знаю, там на официанте, не пытайтесь там бить ногой велосипед, покрышка которого спустила. То есть, ну, будьте, как говорится, более благоразумны и очень-очень позитивны. Ну, и, конечно же, если отдых вы планируете какой-то себе сложный, да, вы должны научиться, вот как правильно говорил Анатолий, делегировать работу и даже делегировать работу по подготовке отдыха. Например, если это ваши корпоративные отдыхи и начальника нужно его организовать, переложите ряд рутинных задач на специалистов, которые могут это сделать лучше, чем вы. И таким образом сосредоточьтесь на других вещах, в которых вы лучше разбираетесь. Собственно, эти были очень важные пункты, на которые я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, потому что лениться и правильно отдыхать это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе. В заключение я вам хочу сказать, ребята, не ленитесь, лень это в голове, только здесь. Начните работать, и если даже вам тяжело, если вы чувствуете, что не можете, пересильте, потому что многое из того, что я начинал, мне всегда тяжело в начале. Это самый тяжелый промежуток, когда ты только начинаешь что-либо делать. Вспомните, как вы пришли в зал первый раз, как вы начали заниматься каким-то видом спорта, вы сразу начинаете безумно уставать, потому что у вас нет привычки тренироваться в этой сфере. Поэтому те, кто делают это каждый день, они вырабатывают любовь к работе, то есть они становятся трудоголиками, и это помогает развиваться, это помогает расти. Те же, кто не пытается пересилить себя, они потом в итоге проиграют, потому что у них нет сил, нет энергии, поэтому работать тяжело, это как раз и ваша установка мозга, то есть как вы себя настроите, так вы и получите результаты. Ребята, спрашивайте вопросы в комментариях, я обязательно на все их отвечу. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте лайк, делитесь этим видео с вашими друзьями, нам будет просто безумно приятно, и до новых встреч!